Уборочную кампанию в Украине необходимо завершить не позднее за 20-е жюня и при этом не допустить страт. Такое доручение сегодня дал президент Беларуси Александр Лукашенко подчас республиканской селекторной нарады. На совесть с керавником краины вышли у все регионы. За ходом нарады сочил и наш корреспондент Дмитрий Котов. Ситуация в аграрном секторе краины все лета склалась непростая. За умов на дворе термины в основе посевной и дальнейшего поспевания культур изменились. Темпы уборочных работ идут со спазнением на 8-10 дней. И при этом суточная выпрацовка совсем невысокая. Убирается у сего до 3% поселных площадь, что нелега лечить добрым выникам. Нужно просто встряхнуть людей, подстегнуть, придать динамизм работе всего уборочного конвейера и не допустить потери урожая. Категорически запрещается все списывать на погоду. Дай Бог, чтобы каждый год у нас была такая погода. Идеальный год для сельского хозяйства. Не хлебом единым жив человек. Пусть старым укосом прекрасные травы. Хорошие зерновые. Александр Лукашенко отзнашая, усе, что залежало от державы для поспехового проведения уборочной кампании, было зроблено. И тем не меньше у некоторых регионах дренно подрихтовались до полевых работ. В господарках назирается недохоп механизаторских кадров. Техника неуполные меры забеспечена горучим. Не усюды одремонтованные зерни сушилки. А в селедних умовах на дворе их роль особливо значная. Мородить с уборкой нельга. Коли зерни досягает вильгати 20%, треба починать его сбирать. А уже после на зерни сушилках доводить до потребных кондиций. Особливую увагу, керавник краины, звертая на стан техники. 7-8% у комбайнов по краине неосправные. Сегодня техники, как никогда, в сельскохозяйственных организациях, ее предостаточно, ее даже излишки. Если эффективно использовать, то треть техники можно держать в резерве. Но мы это не умеем делать. Дошли до того, что уже в средствах массовой информации, мы это будем каждый день показывать, безхозяйственность. Никто не контролирует, как там используется техника, как она хранится. Я на это обращаю серьезное внимание, потому что я знаю, чего стоила эта техника для государства. И для меня в том числе. Некоторые до сих пор еще за 5 лет за нее не рассчитались. А она уже под забором стоит. Вот за это прокурор и милиция спросят. У нас пока много безалаберности, элементарного разгильдяйства и досадных недоработок, которые в нынешних условиях недопустимы. Подчас нарады каждый керавник региона выступает перед президентом со справоздачей. Старшиня Гомельского Аблвыконкама докладывая об ходе жнева у нашем регионе. В оперативных даденных убрана уже треть площал. Намолочено около 320 тысяч тонн сбожжа при средней урожайности, а маль 29 сантиметров с гектара. Грары в области селета различуют повелишить агульный намолот у поравнаний с минулым годом на 13%. С уликами кукурузы плануется собрать 1 миллион 400 тысяч тонн сбожжа. Я хочу сказать, что наш президент нас настраивает сегодня на то, чтобы у нас получалось, чтобы мы достойно представляли свою область. И самое главное, вы слышали, наверное, оценку президента, что он ждет от нас максимальное получение здесь, на этой территории, результата. Ну а за этим стоит жизнь людей. Это не только губернатора оценка. Это оценка, прежде всего, жизненного уровня тех людей, которые работают в этой сфере. У яснующих умовах необходимо максимально мобилизоваться и убрать с палетков зерня у худкий термин. Не лего растягивать работы на месяц и более. Президент поставил задачу завершить уборочную кампанию не позднее за 20-е жневня. Александр Лукашенко так само нагадал, что им были дадены доручения правоохолным органам об жорским контроле за ходом работ. Захованость урожаю – это питание харчовой беспеки краины. Страты недопущальные. На период уборочной кампании Александр Лукашенко дал самые широкие полномодства старшиням райвы конкамов. Их решений до первого кастричника 2017 года, связанные с уборочной кампанией, кончатковые и обскаржению не подлягают. Особливое доручение президента – сродком массовой информации. Необходно активно заниматься осветлением полевых работ. При этом рассказывать як про поспехи, так и про проблемы. Дмитрий Котал, телерадиокампания «Гомель» припатрымцы агентства теленавинов.